Здравствуйте! Вы смотрите служба новостей город. Меня зовут Алексей Колодкин. Коротко о главных событиях праздничных выходных расскажем в ближайшие минуты. Смотрите сегодня. Калининград стритфуд, легкоатлетический забег и фестиваль уличных театров. Что изменилось в этом году на традиционной пешеходной зоне? Калининград. Беспроигрышная лотерея, конкурсы, подарки и запуск шаров желаний. Первый городской отпраздновал День города вместе с Калининградом. Поздравления в прямом эфире на проспекте Мира. Эпицентром событий стала телестудия «Утро на колесах». День рыбака по-железному. В Центральном парке отметили сразу несколько праздников. Жуки и Иванушки Интернешнл на одной сцене хитами из 90-х калининградцев поздравили знаменитые гости из столицы. Звенящий, яркий и ароматный. День города в этом году вновь охватил проспект Мира и его окрестности. На пешеходной зоне сегодня можно было увидеть мимов, акробатов, пиратов, барабанщиц и волынщиков. А уличные театры из Клайпеды, Кракова, Варшавы, Санкт-Петербурга и Москвы приобщали калининградцев к прекрасному на свежем воздухе. Наш корреспондент Екатерина Брынюк расскажет о новинках и традиционных событиях праздничной прогулки. С днем города, дорогие калининградцы! Первый городской телеканал, как всегда, на передовой. И сегодня мы расскажем, что интересного вас ждет на пешеходной зоне. По главной улице пройтись с оркестром пригласили всех горожан. В праздничной колонии музыканты, танцоры, рыбаки-ветераны, невесты и молодые мамы, а еще представители городов-побратимов Калининграда. Их, к слову, 27. Бюджет праздника не изменился с прошлого года. По-прежнему это 11 миллионов 322 тысячи рублей. А вот в программе есть небольшие новшества. Открытие по традиции сделали вкусным. С 10 утра почти все заведения в периметре праздничной зоны приготовили специальное меню – завтрак по-калининградски. А вот хаотичное размещение стритфуда в этом году запретили. Все вкусности можно купить только на этой площадке у стадиона «Балтика». Но здесь уж на любой вкус и цвет. Дня города! Приглашаем вас! Для вас готовый колбаски-гриль из рубленого мяса собственного производства! Подают на фудкорте мясные, фруктовые и сладкие угощения. Здесь можно отведать самые знаменитые китайские, литовские, немецкие и русские блюда. Мы готовим перепечь. Это национальное удмуртское блюдо. Корзиночка из пресного теста заливается разными начинками. Все это готовится в русской печи на дровах. Будет с запахом, ароматное и вкусное. 12-й год подряд калининградцы хорошенько разминаются перед началом празднований. Они приняли участие в легкоатлетическом забеге «Балтийская миля». На старт вышли около 200 участников. Среди них как зрелые, так и совсем юные. Самому молодому бегуну всего три года. На предстоящий год я желаю, чтобы ремонт в городе был еще более интенсивный, для того, чтобы привести его в порядок. То, что сейчас делают, это замечательно. Вот хотелось бы еще больше лоска. Благоустроиться. Это в первую очередь. Хорошего губернатора выбрать. Нашему городу нужна открытость. Совсем. Чтобы все сюда ездили, совсем его. Я ему желаю, чтобы на следующий год он был полностью открыт. Место Калининграду поздравляем. Город Калининград мы поздравляем с днем рождения. Желаем всего наилучшего, чтобы ваш город еще активнее развивался, становился еще краше. Желаю городу, конечно, здоровья, процветания, чтобы все у нас было хорошо. Чтобы дети наши росли счастливыми в нашем чудесном городе. Мы его очень любим. Нововведение этого года – минута славы для простых горожан. Те, кто умеет и любит петь и танцевать, отбирала специальная комиссия. Кстати, в этом году пешеходная зона действует в последний раз. С будущего года власти собираются перенести празднование на остров. Катерина Брынюк, Юрий Жуков, служба новостей «Город». Традицией для Дня города стала и площадка от Первого городского. Каждый год мы стараемся удивить горожан чем-то новым. В этот раз главным сюрпризом стала смена локации. О том, где и как Первый городской праздновал одно из главных событий города. И какой подарок ждал гостей нашей площадки, расскажет Кристина Булыцына. Здравствуйте, меня зовут Кристина Булыцына. Сейчас мы находимся в Центральном парке. Здесь расположилась площадка Первого городского канала. По традиции она носит название «Улица хорошего настроения». В течение нескольких месяцев мы предлагали калининградцам встретить праздник вместе с нами. Давайте посмотрим, сколько гостей приняло наше приглашение. По количеству пришедших человек на улицу хорошего настроения можно сделать вывод. Мы находились в самом эпицентре праздника. Здесь работало сразу несколько площадок. Одна из главных – мгновенная лотерея от Первого городского канала. На сцене ведущие мероприятия каждый час разыгрывали подарки и призы от наших партнеров. Сети аптек для бережливых, правовой поддержки Татьяны Зубатовой и сети магазинов золотоваров «Лапки». Вообще, на самом деле, эта площадка мне очень-очень нравится. Потому что здесь все люди, которые прошли по проспекту Мира, по пешеходной зоне, пришли сюда. Есть очень много различных, интересных площадок. Но я считаю, что самое интересное – это, естественно, площадка Первого городского телеканала. Особенно нравится то, что вообще все люди активно участвуют в наших конкурсах, в лотереях. Желают нам удачи. Очень любят Первый городской телеканал. Настолько много мы сегодня слышали хороших слов в свой адрес. Поэтому я считаю, что мы эту традицию обязательно будем продолжать каждый день города. Будем радовать наших горожан и гостей города. Удивлять, дарить подарки, обнимать, целовать, поздравлять с этим праздником. На площадке Первого городского было организовано несколько фотозон. В центральной части улицы хорошего настроения расположились большие буквы «Я люблю Калининград» с логотипом канала. А также была организована быстрая фотопечать. Любой желающий мог выложить фото в Инстаграм с хэштегом «Первый городской канал» и получить свою фотографию совершенно бесплатно. Также работали несколько площадок для детей. А желающих принять участие в конкурсе, где необходимо было придумать скульптуру, которой не хватает Калининграду, оказалось так много, что его было принято решение продлить. Совершился праздник от Первого городского запуском шаров желаний. Три, два, один, стоп! С днём рождения, Калининград! Кристина Бугоцина, Дмитрий Казаков, служба новостей город. Помимо площадки в Центральном парке, ведущие Первого городского работали и в нашей мобильной студии «Утро на колесах», которая припарковалась на этот раз на проспекте Мира. Попасть с пожеланиями и приветами в прямой эфир мог любой житель города. И что немаловажно, получить за это приз от нашего телеканала. В нашей телестудии сегодня, как никогда, было много гостей. В прямом эфире жителей поздравил режиссер Дня города Александр Перебейнос, руководитель оргкомитета Калининград-стритфуд Александр Исаев и Дмитрий Шнырик-тренер по экстремальным видам спорта. Настоящим сюрпризом для горожан стал танцующий оркестр. Гости и жители города могли не только сделать памятное фото вместе с ведущими Первого городского канала, но и в прямом эфире передать приветы родным и близким. И пока калининградцы ходили от одной развлекательной площадки к другой и пробовали модную и вкусную еду, корреспонденты Первого городского узнали, какие еще новости сегодня обсуждали в городе помимо праздника. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Балтика начала сезон с победы над Тюменью в выездном матче. Встреча прошла накануне в Тюмени и закончилась со счетом 1-2 в пользу нашего футбольного клуба. Следующую игру Балтика проведет дома. 15 июля команда в Калининграде сыграет с Новосибирской Сибирью. В Калининграде назвали имя нового почетного гражданина. Им стал бывший генеральный директор «Гентарь Энерго» Борис Затопляев. За него проголосовали 22 из 24 членов жюри. Название претендовали также адмирал Владимир Валуев, почетный строитель России Алексей Войтов, бывший врач и внештатный сотрудник ГИБДД Михаил Курлянский и директор Центральной библиотечной системы Елена Александронец. В Зеленоградске устанавливают буларды. Это автоматические выдвижные препятствия. Они будут ограничивать движение транспорта на въездах в пешеходные зоны. Всего планируется установить 11 таких ограждений на улицах Толстого, Пушкина, Володарского, Курортном проспекте и Первомайском переулке. Футбольный Кубок мира по футболу привезут и в Калининград. Посмотреть в Дезино трофей жители нашего города смогут этой 8-ю 12 октября. Вход в специальный шатер будет бесплатным. Главный приз чемпионата весит 6 килограммов и сделан он из чистого золота. Победителям чемпионата мира по футболу вручают его копию. Он остается в распоряжении FIFA. Кубок проедет по территории более чем 50 стран. Это будет самое продолжительное путешествие за всю его историю. В России его смогут увидеть жители 24 городов. С понедельника по четверг включайте первый городской телеканал ровно в 7 утра и начинайте свой день вместе с шоу «Утро на колесах». Заряжайтесь энергией и позитивом на весь день. Также у каждого калининградца есть возможность побывать в нашей ТВ-студии, получить бесплатный кофе, передать приветы своим родным и близким. Звоните в наш прямой эфир по номеру 99 49 29. В понедельник наша мобильная телестудия в репаркуются на Верхнем озере. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». И вот что вы увидите во второй части нашего праздничного выпуска. День рыбака по-железному. В Центральном парке отметили сразу несколько праздников. Мерседес, Фольксваген, Волга и Жигули выпуска прошлого столетия. На пешеходной зоне прошла выставка ретро-автомобилей. Жуки и Иванушки Интернешнл на одной сцене хитами из 90-х калининградцев поздравили знаменитые гости из столицы. Продолжение репортажа «Жизнь о городе» смотрите после небольшой рекламы. Вы смотрите праздничный выпуск службы новостей «Город» и мы продолжаем. Это воскресенье стало вдвойне веселым и богатым на поздравления для представителей одной из самых почитаемых в нашем морском регионе профессий. Ни хвоста, ни чешуи желали друг другу рыбаки. А самым рыбным местом для горожан сегодня стала сцена Центрального парка. А еще сегодня весь город поздравляют с профессиональным праздником рыбаков. В Центральном парке культуры и отдыха лучшим в этой отрасли вручили почетные грамоты. А в подарок 4 часа песен о море, ветрах и тех, кто ждет на берегу. Нептун с русалками устроили для гостей настоящие рыбацкие испытания. Они проверяли, все ли умеют держать и закидывать удочку, а еще хвастаться уловом. Ну а за шуточные испытания полагалась настоящая уха по-балтийски. Ее раздавали бесплатно. В нашем бортовом городе Днем Рыбака! Со сцены шутят. Вот снова виновники торжества ушли в море, а в зрительной зоне все больше жены и дети рыбаков. Рыбаки, моряки, люди суеверные. Поэтому не всегда даже можно то, что желаешь сказать, подумать. А подумать только можно о чем? Чтобы они возвращались домой. Представители другой мужественной профессии – кузнецы. Тоже сегодня в центре внимания. Они устроили выездную ковку в честь Дня города. Она называется Янтарный город. Гостям можно не только смотреть, но и трогать руками. Андрей и Георгий так стали учениками мастера. На празднике увидели, как работает маэстро огня и металла. И уже пару недель пробуют держать в руках тяжелые молоты. У нас есть специальное оборудование, так сказать, очки, перчатки. Все, чтобы дети не пострадали. Да, людям очень интересно. Вокруг нас собирается масса народа, детям. Сейчас вы можете наблюдать, как историческую кузню. Это такая, так сказать, на скорую руку. Она обычно бралась с собой в походы. И там же на скорую руку все ремонтировалось. Изделия калининградских кузнецов уже готовы к продаже. Есть практичные вещи и фантастические. В лед уходят вот эти молотки. Покупатели говорят, замечательный универсальный сувенир. И в Нины города вообще оказались богатыми на подарки. К празднику в парке появилась обновка, очень актуальная для Калининграда. Это аллея парящих зонтиков. Кстати, в перспективе она может стать больше. Горожанам предлагают приносить сюда свои зонты. Главное, чтобы они были цветными и исправными. А взамен дают пригласительный или билет на аттракцион. Катерина Брынюк, Юрий Жуков, служба новостей, город. Привет из прошлого на дне города. Мерседесы, Фольксвагены, Волги и Жигули середины 20 века сегодня появились в центре Калининграда. Прокатиться на авто было невозможно. Зато сфотографироваться и посмотреть их мог любой желающий. На выставке «Винил дорог». Любовались старинными авто на улице Театральной. На выставке толпы любопытных. Многим интересно сфотографироваться у автомобилей прошлого века, а также задать вопросы их хозяевам. Но ретро-любителям не привыкать к повышенному вниманию. Каждый из них частый гость на городских мероприятиях, а некоторые участвуют в выездных фестивалях в Польше и Юрмале. У каждого владельца ретро-автомобиля своя история. Михаил Газеенко пополнил ряды любителей старинных авто два года назад. Именно тогда он воплотил юношескую мечту своего отца, подарив на день рождения машину, которую тот хотел в 20 лет. С детства хотел автомобиль. Когда он служил, ему нельзя было его иметь. Потом на пенсии этот автомобиль стал уже ретро, а так мечта не воплотилась. Ну и вот мы с семьей решили его подарить. Ему было 70 лет, автомобилю 50. Автомобили полностью в рабочем состоянии. При этом старички не уступают современным моделям. Некоторые из представленных машин без труда развивают скорость до 100 км в час. Поздравления калининградцы начали принимать еще в субботу. Накануне на традиционной сцене у Дома Советов выступили легендарные Иванушки Интернешнл и Жуки. Кроме концерта именитых артистов, удивили горожан и завораживающим представлением под названием «Видеомэппинг» – 3D-фильм на Доме Советов. По традиции гала-концерт закончился фейерверком с музыкальным сопровождением. Как калининградцы отметили первый день празднования, расскажет моя коллега Арина Заруцкая. Группа «Жуки» на главной площадке Дня города радовали публику композициями, которые уже стали хитами. Несмотря на то, что коллектив появился в 90-е, концертный график артистов до сих пор очень плотный. Калининградцам, можно сказать, повезло, что «Жуки» смогли найти в своем расписании время и лично приехали поздравить город 762-летием. Горожане ответили группе взаимности и с удовольствием подпевали. А знаменитую «Батарейку» вместе пели тысячи калининградцев. «Батарейка» «Батарейка» Жуки стали для зрителей разминкой перед самым долгожданным выступлением. На сцене появляются кумиры молодежи всех десятилетий легендарной Иванушки Интернешнл. Кажется, еще ни одни хедлайнеры Дня города не собирались, только зрители перед Домом Советов. А за несколько часов до этого группа выступила в Пионерском. Иванушки исполнили, казалось бы, все хиты, но калининградцы не отпускали группы без еще одного – Тополин и Пух. Калининградцы насладили самыми лучшими хитами Иванушки Интернешнл и ушли в настоящий отрыв. Фанаты не могли сдержать своих эмоций, один калининградец решил вручить Андрею Григорьеву Аполлонову флажок с гербом города. И тем самым привлек внимание не только самого певца, но еще охранников и полиции. После того, как все выступления хэтлайнеров закончились, а поздравления были розданы, горожан ожидал видеоэйпинг 3D-фильм на Доме Советов. Кстати, подобный перформанс калининградцы увидели впервые. Но неизменно каждый год горожане ждут фейерверка. В этом году шоу сопровождалось музыкой и длилось 18 минут. Стоит отметить, что на красочный подарок власти Калининграда потратили полтора миллиона рублей. Арина Заруцкая, Ивана Ордан, Служба новостей город. Горожане продолжают поздравлять город с днем рождения. Самые теплые и патриотичные слова Калининграду дали в нашем праздничном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» – уникальный молодежный цирк в Центральном парке. Поздравляем любимый город Калининград с праздником. С днем рождения, любимый город. С днем рождения, Калининградцы. С праздником еще раз. Всем здоровья, цветов, улыбок. Чтоб мир был до спокойствия в нашем городе. Хорошей погоды, чтобы море было теплое. И побольше туристов. Чтобы город процветал. Чтоб все было хорошо в городе у нас. Чтоб войны не было, чтоб мир был во всем мире. Счастья и удачи. Очень красивый город. Я вообще человек приезжий с Астрахани. Очень понравилось. Дорогие калининградцы, мы от всего сердца поздравляем вас с днем города. Желаем вам прекрасной погоды и отличного настроения. Мой родной, любимый город, Калининград, поздравляю. Городу процветания пожелаю. А жителям здоровья и удачи. Партнер рубрики «Хорошие новости». Уникальный молодежный цирк в Центральном парке. Чтобы выходные продолжали радовать, давайте узнаем курсы валют. Вы смотрели праздничный выпуск службы новостей «Город». В студии для вас работал Алексей Колодкин. Еще раз поздравляем всех калининградцев с днем города. Всего вам доброго и увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова